Вот уже 13 лет в Ленинске-Кузнецком среди жителей частного сектора проводится городской конкурс по благоустройству, озеленению и санитарному содержанию домов, улиц и приусадебных участков. Из года в год меняются участники, но цель неизменна – придать частному сектору города еще более ухоженный вид. В этом году организаторы ожидают большей активности от жителей района «Семерки», ведь именно здесь в августе пройдет День шахтера-2015 в одном районе. За номинацию дома образцового порядка предусмотрено следующее вознаграждение. Первое место – 3 тысячи рублей почетная грамота, второе место – 2,5 тысячи рублей почетная грамота, третье место – 2 тысячи и почетная грамота. Победители считаются домовладельцами, у которых домовладение должно быть чистое, быть исправное ограждение, иметь эстетический вид, обязательно должен быть указатель с номером дома и с улицей. Прилегающая территория и дворовая территория должна быть убрана, обязательно скошена трава. За номинацию улицы образцового порядка предусмотрено следующее вознаграждение. Первое место – 3,5 тысячи рублей почетная грамота, второе место – 2,5 тысячи рублей почетная грамота, третье место – 2 тысячи рублей почетная грамота. На заседании до председателей уличных комитетов также довели информацию о том, что в области официально начался купальный сезон. Несмотря на то, что в городе нет водоемов, где можно купаться, горожане все же идут к берегам неохраняемых, без спасателей и врачей, а значит опасных водоемов. В связи с этим уличкомам рекомендовано напомнить жителям частного сектора об ответственности за свою жизнь и в особенности жизни детей. 2 июля 2014 года в 16.40 в районе бывшей лодочной станции утонул ребенок 2006 года рождения. Когда обратились к родителям, то родители даже не поняли, что ребенка дома нет. Специальные группы, в составе которых спасатели, сотрудники ГОИЧС и других служб, уже дежурят по берегам рек и прудов города и напоминают не оставлять без присмотра детей, а также отдыхать на природе без употребления алкогольных напитков. Как показывает статистика, именно опьянение является одной из основных причин гибели людей на воде.